Мариинский дворец. Среда. Петербургский парламент обсуждает законопроект, который изменит облик Петербурга. Все балконы и лоджии, остекленные после 11 января этого года, объявляются вне закона. Поправки приняты в первом чтении подавляющим большинством депутатов. За 45 воздержав 1 против 2 мы приняли за основу. Поверите, не поверите, на сегодняшний день я не купила ни одной свежей помидорки в магазине. У меня, видите, все еще свое. Для пенсионерки Светланы Ройтерман лоджия в квартире – настоящее подспорье. Застекленная еще в конце 80-х, она теперь буквально незаменима в хозяйстве. Как хозяйки, это великое удобство. У меня вот нет этого, этих предметов обихода. Это в комнате, в спальне. То есть спальня есть спальня, комната есть комната. А это, ну, как кладовая, наверное, такая, для всевозможных нужных. Балкон – это часть особой бытовой философии еще со времен проектов советской типовой застройки. Для кого-то он прекрасный склад для ненужных вещей. Для кого-то домашний огород с оранжерей. А кто-то рассматривает его как отличное место для отдыха, на котором вполне уместно приготовить шашлык. По примеру, одного из героев, сыгранных Арменом Жигарханяном. Как горит, как горит, ай, мам! Что у вас здесь происходит? Шашлык делаем с внуком. Перелезай, гостем будешь. Ну и запах. Действительно, балкон настолько прочно вошел в наш обиход, что мы уже считаем его частью нашего жилища. Но по законодательству это не так. Вот где заканчивается квартира. Вот здесь, в проеме балконной двери. То есть, еще раз, здесь квартира, а здесь, за этой чертой, общедомовое имущество. Действительно, эта норма закреплена в жилищном кодексе еще с 2005 года. Но вступившие в силу еще 11 января поправки к закону об административных правонарушениях четко обозначили. Штрафовать и принуждать демонтировать незаконные балконы, кондиционеры, спутниковые тарелки, козырьки и другие изменения фасадов теперь можно не только в течение двух месяцев после установки, а бессрочно. Даже если это произошло 10 лет назад. Это касается почти каждого дома в Петербурге. Возьмем, к примеру, одну из самых распространенных типовых серий ленинградской застройки. Один ЛГ-606. Вот этот дом на Пискаревском проспекте, 67-го года постройки, сегодня весь буквально облеплен разнообразного стиля балконами. От стиля «сделай сам» до модных пластиковых стеклопакетов. А в советское время такое просто невозможно было представить. Вот этот же самый дом в 70-х. Совершенно никакого остекления. Строгий стиль открытых балконов. Что называется, почувствуйте разницу. Поправки, которые обсуждали на этой неделе, освобождают от штрафных санкций тех, кто остеклил балкон до 11 января. Настолько массовым было это явление в предыдущие три десятилетия. А те, кто попытается запрыгнуть в уже, по сути, ушедший поезд, по мнению парламентариев, будет легко выявить. У каждого дома есть паспорт, паспорт дома, паспорт фасада. Мало того, что есть еще технические характеристики квартиры, где указано, застеклена лоджия или не застеклена лоджия. И вот эти вот технические характеристики, они обновляются несколько раз в год. Поэтому на самом деле с доказательствами здесь проблем никаких не возникнет. Да, поправки приняты, но кто будет следить за исполнением закона? Государственные жилищные инспекции Санкт-Петербурга поясняют. За нежилые здания в ответе Государственная административно-техническая инспекция. За жилые здания, где нарушения допустили юридические лица, жилищная инспекция. А вот на соседа, установившего кондиционер на фасад, с жалобой в районную администрацию. Обращения от граждан, которые поступают к нам, если они связаны с изменениями на фасаде, которое проведено самими жителями, вот эти обращения направляются в администрацию района. Именно она осуществляет контроль и нарушения со стороны жителей. Есть часть нарушений, которые производятся юридическими лицами. Для справки, в центральном районе 89% зданий дома дореволюционной постройки. И для них кондиционеры уже давно настоящее бедствие. Но по словам главы района Максима Мейксина, огульно пускать под нож абсолютно все блоки после изменения в закон не станут. Предусмотрен целый комплекс мест, чтобы сохранить и комфорт в квартирах, и исторические фасады. Мы сейчас всерьез разрабатываем вопрос, связанный с установкой блоков не на фасадах, а на крышах и на чердаках зданий. Обсуждаем вопрос, каким образом делать коммуникации, каким образом эту проблему решать. Опять-таки, индивидуально подходим к каждому зданию, потому что в каких-то зданиях есть возможность установки на дворовых фасадах, в каких-то есть возможность установки на крышах. Кому точно не будет никакой бощады, и кого не спасет никакая законодательная амнистия, владельцы квартир с самовольно остекленными балконами домов-памятников. Вот один из примеров. Дом Мещанского общества на углу Фонтанки и Бородинской. 1910 год постройки. Прямо в Брандмауре пробит балкон. С другой стороны, над одним из балконов остекление явно не начало 20 века. Рядом кондиционер с козырьком. Точно не из той эпохи. Нынешние жильцы даже не в курсе, что это незаконно. Придут, значит, снимем. В чем проблема? Мы их не сами остекляли. Мы живем здесь внимая. Это не единственный дом-памятник, который оказался в подобном положении. А по поводу этого здания мы уже отправили официальный запрос на другой берег Фонтанки в Комитет по охране памятников с просьбой взять ситуацию на контроль. Изменения в закон еще раз подчеркнули. Единственный легальный путь согласовать остекление балкона или установку кондиционера представить проект в Комитет по градостроительству и архитектуре. Но если вы захотите установить кондиционер на фасад дома, к примеру, на Невском проспекте, с высокой вероятностью вам откажут. Откажут вам и в том случае, если проектом предусмотрено остекление только вашей квартиры. Остеклению подлежат все балконы в границах фасада. Остекление должно носить единый комплексный характер. Поэтому обращение в Комитет следует подавать либо от управляющей компании, либо от уполномоченного представителя собственников помещений в здании. Кстати, открытый балкон тоже подходит для северных широт. Вот пример в соседней Скандинавии. Или Канады. Это значительно севернее Петербурга. Но вот стеклить балконы там никто не спешит. А остекление вполне можно вписать в общую архитектурную среду района, уверяет сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов. Собрать тех, кто занимается остеклением, и сказать, вот питерский стиль, пожалуйста, приведите свои работы в соответствии с этим стилем. И прежде чем идти и стеклить балкон в конкретном доме, посмотрите проект, посмотрите рекомендации архитекторов. Чтобы не было Шанхая, когда один балкон черный, другой коричневый, третий белый. Да, принятые поправки, безусловно, преследуют благую цель. Сделать так, чтобы фасады домов стали украшением Петербурга и в центре, и на окраине. Закон есть. Теперь все зависит от того, кто и, главное, как будет его исполнять. Антон Суман. Пульс города.